Т, среднее количество бросания монеты, нужное, чтобы получить 2 подрядки 2, когда только что мы получили орешку. Не то, что только что получили орешку, а вот с самого начала. Начинаем бросать монету несимметричную, и, собственно, то, что нам нужно в задаче найти. Да, это величина Т. Среднее количество бросков, которые мы сделаем, чтобы получить 2 герба подряд, чтобы впервые получить 2 герба подряд. Хорошо. В какой-то момент получили герб, но пока что только 1. 1 герб? Да. И уже зная, что только что был 1 герб, найдем количество. Найдем количество. Вот W – это сколько раз в среднем надо бросить, если только что был 1 герб, вот с этого момента, сколько еще придется бросать. Может быть, за один раз все закончится, а может быть, и больше придется бросать. Так, хорошо, обозначение я понял. Если будет герб, который только что выпал, то может получиться либо герб-герб, либо герб-бешки. Да. Здесь мы уже получили 2 герба подряд. Да. Здесь мы вернулись в... Да, конечно, конечно. И что? В следующую задачу. При проскете с вероятностью P мы получаем 2 г подряд. Да. Соображаемостью Q – это P умножить на 1 плюс QP умножить, причем к T еще надо было и сделать. Да, потому что один шаг уже сделали. Да, согласен. А для T какое уравнение? Для T мы могли бросить и получить решку. Да. То есть то же самое T. После этого надо будет еще сделать T шагу. То есть Q умножить на T плюс 1. Либо мы могли бросить и получить герб. Да. То есть P на 2 более плюс 1. Очень хорошо. Давайте теперь решим эту систему. Ну, на самом деле, это легко. Надо просто подставить W в нижнее уравнение. И, собственно, мы найдем T, потому что W нам не очень интересно. T – это QT плюс Q плюс P умножить на W. То есть P плюс Q, T плюс Q и еще плюс P. Да, согласен. Дальше. Надо отсюда найти T. Как это делается? P, T. Понятно, как, да? Это T минус TQ. Да. P, T равно. Вот здесь P плюс Q – это единица. Единица, согласен. Плюс P квадрат? Да. Плюс. Не, не надо P квадрат. Там внутри скобки P плюс Q очень хорошо складывались. Будет легче. Плюс P. Да. Плюс PQT. Хорошо. Переноси PQT в другую часть. Да. И что получается? Так. Ну и давай напиши ответ в понятном виде. 1PT плюс 1P квадратная. 1PT плюс 1P квадратная. Понятно? Ну что? Можем ли мы таким же образом решить задачу для трех гербов подряд? А это то, что нам в задаче нужно узнать. Среднее количество бросков, чтобы получить 3 герба, если мы вот начинаем, когда у нас ничего нет. Или только что была орешка, это то же самое. B это у нас уже есть один герб. Но мы начинаем с одного герба. Да. Грубо говоря, начинаем с одного герба. Или может быть, да, это орешки были. Не важно. Важно, что у нас герб есть. И то же самое начинаем с двух гербов. 1 герб плюс 2. Да. Пиши уравнение. А равно. А это среднее количество бросков. Среднее количество бросков. Мы получаем герб. Да. Значит, ПБ плюс 1. Потому что 1 бросок мы уже сделали. Да. Плюс. С вероятностью КУ мы получаем решку. Да. Для В. Да. Если получили герб, да, то там потребуется С бросков потом. Да, конечно. Штат. Да. И, наконец, для С. Для С. Либо с вероятностью П мы получили 3 герба. И на этом все прекратилось. То есть, не на 1, а плюс просто. Плюс. Плюс. Да. По-любому мы получили решку. Опять КУ на А плюс 1. То же самое. Теперь надо эту систему решить. Ну, интересно, как мы эту. А я знаю, как. Мы С подставим в уравнение для В. С это 1 плюс КУ. Понятно, да, откуда берется 1? 1 это П плюс КУ. С это 1 плюс КУА. Теперь надо записать уже систему ту же самую, только без буквы С. Это ПБ? Да. ПБ плюс КУА. Ну и П плюс КУ дал единство. Да, согласен. Так, теперь для Б. Давай сначала раскроем, а потом уже будем подставлять. Хорошо. ПС плюс КУА плюс 1. Да. Вот. И вот теперь надо вместо, продолжая крайне, вместо С подставлять 1 плюс КУА. Вместо С, П, плюс КУА плюс 1. Так, все понятно? Вот. Значит, Б у нас выражается через... А. Оно очень хорошо упрощается. Как оно упрощается? КУА вычитаем из обеих частей. Получается, что? ПА это... Правильно? ПБ плюс 1. Это... ПБ плюс 1. ПБ плюс 1. Ну, а дальше все очень просто. То есть, А это Б плюс 1 ПТ. Ну... Подставим сюда. Не надо никаких дробей пока. А, Коль, надо сделать очень просто. Например, вот в это уравнение, написано ПА равно ПБ плюс 1. Продолжить, вместо Б написав его значение. Он вместо величины Б подставил ту длинную сумму. И каждый раз умножил на П. Вот. Все А, что надо перенести налево. Подставится. П минус. Да. П квадрат КУ. Да. КУ. Минус ПКУ. Да. КУ. Осталось понять, что это за коэффициент такой интересный. П минус ПКУ это что? С. П минус ПКУ это П умножить на 1 минус КУ. То есть, П квадрат. Да. Теперь надо из П квадрат вычесть... Да. П квадрат выносится за скоб. Скоб у тебя остается 1 минус Куб, вычесть П куб. То есть, ответ получается А равняется. П квадрат плюс П плюс 1 разделить на П куб. 1 П это... Пиши, пиши, равно. 1 П кубовая плюс 1 П квадратная плюс 1 ПТ. Так, ответ понятен? Вот. А теперь догадайтесь, что будет, если 10 раз бросать. 10 раз? Да. Во-первых, будет система уравнений, уже не из 3 уравнений, а из 10. А ответ какой будет? 2 получается 1 ПТ, 1 П квадратная и так далее, вплоть до единицы до П десятой. Промечательно. Но, правда, мы это еще не доказали. Продолжение следует...